Аист для наших краёв птицы символичны. Это символ мира, это символ крепкой семьи. И у нас в студии Аист со своими спасителями. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Валентин. Давайте напомним, как в доме животных в Тирасполе появилась эта птица. История спасения началась ещё три недели назад, когда нам его привезли с чёбручей. Он выпал из гнезда. И на момент мы понимаем, что это сильно высокая для него площадь падения, и мы переживали, что он вообще не сможет даже выжить. Потом у нас начались проблемы с лапой, и мы думали, что это, естественно, связано с его героическим падением. Ну вот вы делали ему массаж, до сих пор делаете? Нет, уже не делали. Уже всё, лапки укрепились, он уже нормально стоит на ножках, да? Он пытается приставать, окончательно он сможет вставать, когда закончится у него период оперения. Тогда он будет считаться относительно взрослым и сможет самостоятельно стоять. А это девочка или мальчик? Мы пока ещё не определяли пол, но это Аська, и, как муж сказал, на крайний случай, станет Васькой. То есть либо Аська, либо Васька. Достаточно удобно. А как он набирает вес, сколько сейчас весит? Мы его не взвешивали, так как он иногда на весах себя ведёт не очень некомфортно, но мы знаем, что в период, когда ему должно было быть 9-10-12 дней, он должен был весить полкило, но он поступил не с этим весом, и к чему были склонны, что возраст его, который он поступил, это было примерно 5-7 дней, не больше. То есть он поступил совсем малышом, сейчас он растёт очень быстро, точно так же, как и кушает очень быстро. Взрослая особь съедает от 700 грамм до килограмма в сутки, поэтому мы морально готовимся, если он не улетит, но всегда справится. Но вы же, наверное, у себя оставите. Я говорю, нет, будет шанс, он пойдёт. Если вспомнить детские книжки, он вдруг прям с нами разговаривает. Если вспомнить детские книжки, то Аисты питаются чем? Лягушками. Вы чем? Лягушками кормите? Нет, мы всё пытаемся дойти наловить лягушек. Мы хотим посмотреть, но он уже пробовал улиток. И как? Что говорит? Как мама говорит, он их как семочки щёлкает. Радости, когда он видит перед собой под нос улитками, это не передай словами. Так может он француз всё-таки? Может аська? Ну, если бы ты знал французский, мы могли бы проверить. А так как из нас троих никто не знает французский, разве... Каман-сова? Отзывается. Валентина, вот когда у нас дома жили попугай, моя бабушка всегда их купала в сухом белом вине. Она говорила, что это от паразитов. Вы свою, своего Аську, Ваську купаете или нет? Мы не купаем в белом вине, потому что сейчас это было бы очень большим дефицитом. Очень жирно, мне кажется. Да, на его... Ну, попугайчик и аська. Ну да, ну да. Нет, аська обрабатывается специальным тальком, то есть, как и все поступившие... То есть, а есть у них, да, какие-то жирности? Да, первое, что это может быть, это, как и у всей птицы, это пироед, это могут быть клещи, это могут быть другие насекомые. То есть, когда птица поступает, определяется примерный возраст, и пошла целая система мероприятий. Ну, вот аистинный язык, на котором он говорит, вы как-то понимаете, что пытается Аська, что пытается Васька передать вам? Он, как и многие другие дети, всегда может передать только одно, что он хочет кушать. Итак, вы сегодня пришли к нам с едой. Да. Будем кормить? Конечно. Можно прям посмотреть даже, да? Оживился сразу же. Ах, о чем идет? Бон аппетит, солнце! Да, да, говорит. А вот странный у него голос, вот Аист именно так разговаривают? У них нет голосовых связок, и они разговаривают по ступке. Рыбку! Ничего себе! Да это пеликан у вас, а не Аист просто. Смотри, что творится. Ну, надо что. А что это за рыбка? Это тюлечка? Да, но не соленая. Она не соленая? Нет, ни в коем случае, потому что... А супруг ваш не рыбак? Рыбак, и часто выезжает. А вот если дать карасика, да, что можно поймать в нашем мисре? Пока только на мелкие кусочки. Ох, ох, есть! Ох, аппетит у тебя, Ася, Вася! Ну, кости его не пугают. Нет. А какие же там кости? Посмотри, это же тюлечка. Мне кажется, и мы-то едим вместе с косточками, если запечь в духовочке. Нет, ну если речная, карасики... Вы знаете, вот эту вот сказку про лису и про аиста, когда был кувшин и была тарелка, да? И вот лиса не смогла из кувшина поесть аист в тарелке. Как он пьет воду? Только в емкости. То есть, если посмотреть, мы даже еду даем в емкости. Вот сейчас он проверяет, осталось ли что-то еще, и он очень возмущен. Он будет... Вот сколько будет стоять миску, он до последнего будет проверять. Надеется, да? Может быть, какой-то кусочек еще остался. Друг, да, закатилась куда-то в угол. Причем, что аиста еще по сравнению с его... Нет у меня ничего. Ох, шумное создание. Скажите, а сколько ему сейчас? Ему сейчас будет только примерно месяц. То есть, по нашим подсчетам, только будет месяц. А аисты, по идее, я читала, что где-то в два месяца начинают учиться летать. Все, дружок, вода только осталась и больше ничего. О! Чистюля ты наша! В гнезде они очень грязные. Вот мы смотрели, потому что мама, когда приносит еду, она его потом не будет протирать, не будет пытаться его отмыть от грязи. Вы его будете учить летать, Валь? Да. У него будет... Сейчас у него будет временный малый вольер, после чего мы ему подготовим вольер уже, который будет на расширение. То есть мы понимаем, что, как муж говорит, мы просто не будем закрывать дверь. Ну, то есть, чтобы он сам вышел и попробовал. Но есть предположение, что, как и Жорик, он захочет всё равно остаться, ему будет комфортно. Будете видеть гнездо. Я вот видела, по-моему, как ехать в Днестровск, в коротном или в красном. Есть огромные такие аистинные гнёзда. У него будет такой, если он вдруг останется? Если он захочет остаться, естественно, он его сделает сам. А, вот как? Да, потому что, когда он был даже малышом двухнедельным, мы насыпали солому, как и сейчас, и он сам её подгребает. То есть, ну, мы, конечно, поможем. Мы родители добрые, нам не жалко. То есть подкиньте строй материалов, я так понимаю. Да. Я читал, что аисты, они очень привязываются к месту своего обитания, ну, где они выросли. И даже если он улетит, то, скорее всего, он будет возвращаться. Да, есть такой вариант, что на зимний период, если зима будет холодная, он улетит и потом вернётся. Но на всякий случай, если он не сможет улететь или не захочет, чтобы он не отморозил себе лапы, мы, конечно, подготовим для него тёплый вольер, чтобы он смог остаться, потому что мы в ответе за тех, кого мы вырастили. И насчёт возвращения обычно так и происходит. Аисты возвращаются в свои гнёзда, где они гнездели самками. Самки возвращаются чуть-чуть позже. И так как иногда с самцами хорошими дефицит, самки могут устроить даже небольшую драку за самца, причём что самец не принимает участия в этом. То есть адюльтера у них там не бывает, да? Вот втроём они жить не могут по-шведски. Нет, они могут жить с воробьями, вот если гнездо большое, они могут с кем-то соседствовать, но вот в плане одна пара, если у них сошлась пара, и никто им больше не мешает, она будет до самой смерти. Ну, кстати, вот ваш яистёнок, он как-то с другими животными кооперирует? Или он сам покажет? Он сейчас делит вольер с нашей косулей, и так как косуля малоопытная и всё лезет в его миску, он целится в лобик так, что подойди. Но он ведь тюкает. Да, прям тюкает, но тюкает легонечко, поэтому мы в ближайшее время, скорее всего, даже после студии, поедем его уже переселять в его временный вольер. Валя, я читала, что аисты спят на одной ноге, причём во сне они меняют одну ногу на другую, даже не просыпаясь. Это правда или нет? Я скажу вам больше, они могут даже спать в полёте, когда летят клином. Мы изучали такой факт, он уже доказанный научными сотрудниками, они прикрепляли датчики, чтобы отследить пульс, дыхание. Как происходит? Когда они летят клином, есть места спальные, как их называют. Он может там поспать во время перелёта 15-20, ну, пускай 25 минут. И когда он уходит с этого клина, другие аисты, так как нет у них голосовых связок, они скачат клювом, и он в полусонном состоянии, он понимает, куда ему нужно вернуться. После чего он освобождает спальное место, и туда возвращается другой, чтобы отдохнуть. Вот бы в маршрутке так уметь ехать на работу. На одной ноге. У меня дочь так ехала в школу, засыпала, проезжала свою остановку, и потом была целая история. Нет, сейчас, в связи с тем, что он сейчас не встановится на лапы, он только заворачивает голову под крылышкой и так спит. Согревается. Ну что ж, по традиции, Валентина, у нас с вами предстоит викторина. А пока мы ждём, посмотрим сюжет Алёны Чернявской. Она расскажет, где у нас в Приднестровье водятся олени и носороги. Вот такие олени и носороги водятся у нас в Приднестровье. Валентина, а кто из насекомых водится у вас в Доме животных? Есть ли такие? Да, у нас обязательно есть также насекомые. И неоднократно были замечены и уже взрослые особи, и малые. А вы имеете в виду носорогов и оленей? Да, да, обязательно. То есть муж первый кричит, смотри, смотри, какой классный жук. Я такая, классно, я рада. То есть вам жуки не нравятся? Нет, я, ну, ну... Но тарантул-то есть, это кто у нас? Паук, жук. Это паук, нет, это паук. Есть что-то общее между ними, но тоже насекомое? Ну, насекомое, да. Насекомое, но большое и опасное. Ну, тарантул, он же приятный такой, мягкий. Между пауком и носорогами, оленями я лучше выберу жучков. Они не такие вредные, но они, кстати, кусаются тоже очень неприятно. И муж уже это как-то один раз проверил. Пришло время отвечать на наши вопросы в эфире рубрика «Аист на крыше». Мы подготовили для вас 4 вопроса и варианты ответов. Вам нужно выбрать, естественно, правильный. Вы готовы? Да. Итак, вопрос первый. Известно, что родители Аисты оба высиживают яйца. Каковы у них режимы дежурства? Самка всю рабочую неделю, самец по выходным. Самка первые 3 недели, самец, ну, оставшееся время. Самец садится на кладку, как только самка отправляется порезвиться полетать. Либо самка по ночам, а самец с днём. Итак, выбирайте правильный вариант. Может, ты мне расскажешь, как там твои родители высиживают? Ась, подскажи, пожалуйста. Давай, тут есть 4 варианта ответов. Надо было выложить просто перед ним их, и вот в какую клюнет, тот и правильный. Давайте, когда самка захочет полетать. Вы, конечно, мыслите по человеческим меркам. Нет, увы, на самом деле самка сидит на яйцах ночью, а самец с днём. Вот такой хороший папа, да, имейте в виду. Далее. Вопрос второй. По какой причине может сгореть гнездо Аисты? Ну, такое вот случается. Из-за горячих отношений в паре, из-за головёшки от костра, из-за удара молнии, либо виноваты воробьи-кальянчики. Удар молнии. Удар молнии, да. Нет, опять, на самом деле может сгореть от удара молнии. Но Аисты такие птицы, которые зачем-то для своего гнезда берут из костра ещё тлеющие головешки. Таким образом, были случаи, когда они сжигали своё гнездо, а заодно и дом, на котором они его построили. Так что будьте осторожны. Никаких костров, шашлыков, потому что ваш друг, когда начнёт строить гнездо, может спалить весь дом. Да, может поставить дома камин. А вы и не подозревали. Третий вопрос. Третий вопрос. Для чего Аисты нагуливают жир? Во-первых, чтобы устойчивее чувствовать себя в гнезде. Во-вторых, чтобы преодолеть от 8 до 10 тысяч километров. Третий вариант, чтобы привлечь самку, потому что хорошего Аиста должно быть много. И четвёртый, на всякий случай, перезимовать тут, вдруг небо закроют. Итак, что выбираем? Для того, чтобы пролететь от 8 до 10 тысяч километров? Для того, чтобы понравиться? Нет, скорее всего для перелёта. Да, на самом деле это действительно так. Так, Аисты летают от 8 до 10 тысяч километров. По-моему, зимуют они в Африке. В Африке, в Индии. Да, и в Индии также. Вот в Африке их как раз едят. Вот лучше бы они туда не летали. И финальный вопрос. Какая легенда связана с Аистами в Молдавии? Аисты избавили население от нашествия змей. Аисты повысили рождаемость в 20 веке. Приносили детей. Или Аисты принесли в клюве виноград для осаждённых в крепости, чтобы помочь им выжить. Для осаждённых в крепости, чтобы выжить. Да, на самом деле вот так. Поэтому у нас Аист считается птицей мира. Это тот, кто приносит жизнь. И когда-то, по версии, по-моему, в крепости в Сороках, они спасли таким образом людей. Гуси спасли Рим. Аисты Молдавии. Мы рады, что вы пришли к нему. Мы желаем здоровья и вам, и вашему питомцу. Пускай растёт, пускай учится летать. Вот он уже у нас даже сходил после еды. Так что мы приглашены, можно сказать, на свадьбу. Придём, посмотрим, кто попадёт в пару вашей Аси или вашему Ваське. Не знаю. Так что, надеемся, до новых встреч. До новых встреч. Лето – это время, когда юбка с запахом – самое необходимое приобретение. Это красиво, это удобно. Прямо сейчас Соня Степанова покажет несколько вариантов носки, юбки с запахом. Берите на заметку.